Эпидемиологическая ситуация в регионе, расселение ветхого жилищного фонда, компенсация за аварийное жилье. Эти другие вопросы глава региона обсудил в ходе еженедельного оперативного совещания с руководителями органов власти в режиме ВКС. В Ненецком автономном округе по-прежнему сохраняется повышенный режим готовности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, так же как и масочный режим. Однако ряд ограничений, предусмотренных ранее, были сняты с повестки дня. Отменены посты контроля на Лайвожской дороге для въезжающих с Зимника и в Наринмарском аэропорту. Жителям округа, прибывающим из других регионов, больше не нужно предоставлять справки о ПЦР-тестировании на коронавирус и находиться на двухнедельной самоизоляции. Отмена самоизоляции для людей старше 65 лет. Разрешены мероприятия с наполняемостью залов до 50% посадочных мест. В ЗАГСе на церемонии бракосочетания разрешили присутствовать гостям молодоженов. Безусловно, все очень позитивные такие изменения, но надо очень внимательно следить за изменениями эпидемиологической ситуации, чтобы ослабляя, мы никоим образом не подвергали жителей опасности заражения. За неполные две недели после снятия первых ограничений на территории региона зарегистрировано 32 случая заражения COVID-19 среди заболевших как жителей Наринмара, так и окружных сел. По информации Департамента здравоохранения, Ненецкий округ в общероссийской статистике находится в середине таблицы по уровню заболеваемости с коэффициентом 0,2 на 10 тысяч населения. У нас на лечении находится 81 человек, 13 человек находятся на стационарном лечении, 4 из них находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. По состоянию здоровья остальных пациентов у нас 3 удовлетворительных, 4 средне тяжелых и 6 в тяжелой степени. 69 пациентов получают лечение в амбулаторном режиме, амбулаторные пациенты все удовлетворительные. Всем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении и возраст которых составляет 70 лет, предложено госпитализироваться. На сегодняшний день у нас 2 пациента, отказаясь от госпитализации, старшей возрастной категории получают лечение в домашних условиях. В округе повсеместно продолжается вакцинация от COVID-19. Количество привитых приближается к 3 тысячам человек. Самих доз вакцин для продолжения прививочной кампании осталось немного, порядка 600 штук. Сегодня созванивались с Министерством здравоохранения. Ожидается выпуск гражданский оборот новой партии вакцины к концу марта. По предварительным данным мы информируем, то есть в начале апреля они начнут рассылать по регионам. Что касается эпидобстановки в образовательных учреждениях региона, их 53, то на сегодняшний день, по информации руководителя Департамента образования, культуры и спорта Антона Пустовалова, в городских детских садах «Солнышко» и «Теремок» закрыты по одной группе из-за контакта с заболевшими коронавирусом. Ещё одна группа в «Теремке» находится на карантине по Орви. Из-за повышения порога заболеваемости Орви закрыты также школа в посёлке Усть-Кара и детский сад в Щелино. В Харуте из-за контакта по ковиду не работает детский сад, а также закрыт на карантин девятый класс в школе. По итогам поездки в Макарова Юрий Бездудный в ходе оперативного совещания поднял вопрос о необходимости реанимировать действия окружной программы, предусматривающей компенсацию жильцам за расселяемое ветхое жильё. Реализация программы была приостановлена в прошлом году из-за проблем наполняемости окружного бюджета. Староста подняла такой вопрос, который, собственно, наверное, характерен для многих поселений. Дом 12-квартирный, 8 квартир уже расселены, там никто не живёт. Живёт 4 семьи в 4-х квартирах в 12-квартирном жилом доме, который отапливается, содержится, и, естественно, содержание это оказывается совсем не маленьким. У нас не только в Макарова, но также к нам обращался и посёлок Искатели, то есть такая же ситуация есть по нескольким домам и там, о том, что большая часть квартир расселена, остались там несколько квартир, которые написали заявление на компенсацию. С учётом трудной финансовой ситуации в прошлом году, у нас этот закон на этот год был приостановлен, есть предложение о том, чтобы поработать, мы сейчас поработаем программу, внесём в неё изменения, то есть в переочерённом порядке включим возможность как раз предоставлять вот таким семьям, которые в расселённых домах, которые написали заявление на компенсацию, и этот закон предлагаем реанимировать в части вот этих граждан, чтобы, ну, сейчас запросим муниципалов, у муниципалов сколько таких у них домов, сколько таких семей, посчитаем, какая нужна будет сумма, и, в принципе, можем переспределить в рамках одной программы этот закон средства со строительства. Глава региона поручил профильному департаменту провести соответствующую работу в этом направлении, собрать сведения по всем муниципальным образованиям. Если мы будем понимать, что это посильное решение, то будем вносить изменения в закон.